Итак, основная теорема арифметики. Название говорит за себя. Она, собственно, и утверждает, что любое натуральное число единственным образом разлагается в произведении простых. Ну, единственно, здесь, конечно, надо понимать с точностью до перестановки самих простых. Дважды пятью, дважды два, и дважды 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 пять – это, естественно, одно и то же. Вот. Значит, чтобы доказать это утверждение, нужна определенная подготовительная работа, которая, на самом деле, уже началась в некоторых из предыдущих записей. Помните лему? p-p лежит в p, отсюда p равно dz. Была такая лема у нас. То есть, что если некоторое множество при вычитании по Минковскому из себя самого получается результат, лежащий внутри него самого, то оно обязательно имеет вид кратных определенного целого числа d, возможно, равного там нулю или единице. Это вполне возможно. Но здесь еще не пустое, да. Ну, мы когда-то договорились, да, что когда я говорю о подмножествах и делаю с ними такие операции, обычно я все-таки имею в виду не пустые. Вот. Ну, вот это вот надо помнить. И давайте теперь проделаем некоторые операции. А именно, давайте возьмем два разных целых числа. Ну, вообще говоря, разных. Может быть, и одинаковые случайно попадутся. И рассмотрим множество кратных одного из них под группу, да, под группу, порожденную вот этим целым числом, в группе целых чисел по сложению. То есть, все кратные числа а. И по Минковскому сложим с кратными числа b. Вот. И обозначим за p вот это множество. Утверждение заключается в том, что это множество p удовлетворяет Леми. Ну, действительно, что значит, что мне нужно проверить? Что разность двух элементов, каждый из которых лежит в p, оказывается тоже внутри p. Ну, как выглядят два каких-нибудь элемента из вот этого вот множества? Каждый из них имеет вид, ну, там, a, x плюс b, y, да, какое-то кратное a плюс какое-то кратное b, ну, и какое-то еще, a, x, там, штрих, плюс b, y, штрих. Вот так выглядят два элемента из этого множества p. Если я возьму их разность, получится a на x минус x штрих плюс b на y минус y штрих. И, естественно, это снова элемент отсюда, потому что это кратное a, вот такое кратное a, да, есть при умножении на x минус x штрих числа a. А это кратное b, да, то есть оно получается умножением b на число y минус y штрих. Ну, и, соответственно, если я исхожу из любых двух таких чисел, разность, естественно, тоже имеет такой вид, то есть p минус p лежит p. А значит, отсюда сразу следует, что a, z минус b, z равно какому-то d умножить на z. То есть, на самом деле, вот это все множество таких выражений, да, таких вот, имеющих вид кратное a плюс кратное b, оно, ну, представляется в виде кратных какого-то еще d, вот, то есть любое такое выражение имеет вид кратного d. В частности, на самом деле, из этого уже следует, что само d, как элемент, да, этого множества, тоже имеет такой вид. Этим мы потом воспользуемся. А пока я хочу установить два утверждения про наше d. Значит, первое утверждение будет заключаться в том, что d является делителем как a, так и b. Здесь используется вспомогательное утверждение, что какое-то число l делится на какое-то число k в том и только том случае. В том случае, покойный Валерий Иванович Апойцев, он же босс, говорил в том случае, в том и только том, по аналогии с if в английском языке. Вот, так вот, l делится на k в том случае, в том и только в том, когда lz целиком лежит внутри kz. Ну, я думаю, что это совершенно очевидно, да, то есть, если l делится на k, значит, l одно из кратных k, значит, l лежит в этом множестве, но тогда любое кратное l тоже лежит там. Ну и обратно, если lz лежит в kz, то l лежит в kz, а следовательно, l является кратным k. Ну, то есть, это как бы, это тавтологическая переформулировка свойства делимости на языке под множеством их включений, что нам пригодится сейчас. Значит, теперь смотрите, что мы можем пронаблюдать. Понятно, что az лежит в az плюс bz, потому что здесь просто все кратные a, а здесь всевозможные суммы, состоящие из кратных a плюс кратных b. Ну, в качестве кратного b можно взять 0, и тем самым справа будут получены уже все элементы из этого под множества. Ну, а так как вот это, это dz, то это означает сразу же, да, что так как az, получается, лежит внутри dz, то отсюда следует, что a делится на d. И аналогично с b тоже, естественно, аналогично b делится на d. Вот, то есть мы что установили? Мы установили то, что вот это вот d, которое является порождающим для этой суммы Минковского, то d, которое, будучи умноженной на z, дает как раз az плюс по Минковскому bz, является делителем обоих. Вот, ну, можно так и написать, d принадлежит множеству общих делителей чисел а и b. Вот, а второе утверждение, оно говорит о том, что d на самом деле он некоторый такой специальный особенный общий делитель, очень такой крутой общий делитель, а именно я утверждаю, что он делится на любой другой общий делитель. Вот, из чего, кстати, сразу следует, что он является наибольшим общим делителем, да, потому что если я докажу, что он делится на любой другой, то он уже не может быть меньше любого другого, ясно, что он тогда самый большой по модулю из всех. То есть он и есть наибольший общий делитель, как в школе это определяется, да, наибольший общий делитель двух чисел а и b. Но я-то докажу больше, я не только докажу, что он наибольший, я докажу, что он делится на любой другой. Итак, доказательства и заодно, да, заодно и самоутверждение, да. Пусть s, пусть s принадлежит тоже множеству от, от a, b, то есть является одним из делителей. Что тогда? Давайте я попробую вот здесь, да, написать, чтобы мне все влезло. Тогда, тогда a делится на s и b делится на s, то есть az лежит в s, z и bz тоже лежит в s, z. Но тогда вот эта вот сумма Минковского тоже попадает внутрь s, z, потому что любой элемент отсюда плюс любой элемент отсюда оказывается является, ну, кратным s, да, каждый, и такой, и сякой является кратным s, и сумма тоже является кратным s. То есть, ну, из-за того, что два множества лежат в s, z, сумма их по Минковскому тоже, конечно, лежит в s, z. Вот, но сумма-то, но вот эта сумма az плюс bz, она равна dz, вот, поэтому мы фактически все доказали, что dz лежит в s, z, а значит, d делится на s. Вот. Итак, подводим итог. Для любых двух чисел a и b существует такое число d, что оно, во-первых, представляется в виде ax плюс by, при некоторых x и y, то есть является такой вот целочисленной линейной комбинацией, будем далеко вперед по курсу забегать, чисел a и b. d, далее, оно в то же время является делителем общим чисел a и b, то есть делит и a и b, и, кроме того, делится на любой другой общий делитель чисел a и b, то есть в частности является наибольшим общим делителем чисел a и b. Если мы просуммируем эти утверждения, мы выясним в качестве бесплатного приложения, что наибольший общий делитель любых двух чисел представляется в виде их целочисленной линейной комбинации. Именно это утверждение мне и понадобится для доказательства основной теоремы арифметики. Продолжение следует...